Девушки отдыхают Но теперь я нашел вот эту вот дверь, для открытия которой нужны все собранные ключи. И к тому же нам доступна новая оценка, точка зрения Сарея, точка зрения Роза. Слушай, можно я кое-что скажу? Я поняла это, когда мы встретили патриарха. Думал, это кардинал Фортон развязывает войну. Староста, не могу представить, что он решил объявить войну. Значит ли это, что ты собираешься... Ты хочешь очистить кардинала, верно? Да, хочу. Она, возможно, стала Хелионом, но я верю, что она все еще ощущает ответственность. Если ты ее очистишь, я уверена, ее можно спасти. Я тоже так думаю. Хорошо, тогда давай попытаемся. Если что, я тебя прикрою. Роза, я... Не нужно ничего говорить, все будет как будет. Ну что же, Роза на нашей стороне и... Может быть, она не станет никого убивать ради Сарея. Но почему-то я и верю. Нету ни единого повода сомневаться в Розе. Ну что ж, открываем эту таинственную дверь и посмотрим, что там находится. Что это? Музей? Какая красота. Вот этот ужасно милый. В твоем вкусе, да? Не знаю, можно ли так сказать. Неприязни не вызывает жизненно и художественно. Это точно. Кажется, будто они живые. Будто они были живыми. Я бы так сказал. Он похож на Сергея. Ну нет, ты же не думаешь, что это брат Сергея? Это не статуя, а... Человек. Хэллион превращает людей в камень? Серьезно? Я слышал о таком. В частности... Какая неприятная... Какафония. Прошу вас не мешать мне во время молитвы. Это ваша молитва вызывает дождь. Да, именно так. Почему? Чтобы сплотить людей посредством страха. Отчаяние людей послужит горючим, для которого пламя победы вспыхнет по всей империи. Тех, кто хочет остановить меня. Ждет вечность. Отводи взгляд. Если посмотришь ей в глаза, превратишься в камень. Черт возьми. Я вытащу нас отсюда. Назад. Глупец. Я могу отправить в вечность не только человека, но и Серафима. Да неужели? Эй, лучше бы тебе приберечь немного вечности для себя. Так, ты негодяй, да как ты... Вот оно что. Дезель, твои глаза... Удобно, верно? Хватит. Никто из вас не получит вечную жизнь. Те... Не те, кто осмелится встать у меня на пути. Я перебью, как свиней на бойне. Приготовься, когда... Она откроет глаза. Сливаемся. Сливаемся. У меня ОСВ нету. Как-то я не подготовился к этому... Бою совершенно. Нужно очень быстро... Очень-очень быстро набить ОСВ и войти в слияние с Дезелем. Так, поехали. И очень удобно, кстати, что у этой Медузы у нас слабость именно к стихии воздуха. Так, посмотрим. Когда она начнет готовить свою превращающую в камень атаку, выполни слияние со мной. Ясно? А каменьев невозможно и пальцем пошевелить. В прямом смысле слова не поможет даже лечебный флакон. Крайне неприятное состояние. Да, действительно, кто бы сомневался. Так, вот сейчас бы прием Серафима хорошо зашел. Но нет, я находился там где-то в полете. Блин, я даже не знаю, получится ли у нас это сделать с первого раза или нет. Но в любом случае попытаться стоит. Кстати, я перед боем немного перенастроил тактику. То есть я настроил, какие Серафимы как себя будут вести. Кто будет сбивать приемы врага. Кто будет брать на себя дальних врагов. Кто ближний. Кто будет атаковать одиночные цели. А кто сосредоточится на массовых атаках. И теперь должно быть попроще немного. Так, попробуем. Попробуем, попробуем. Давай! Зашло, зашло. Отлично. Как бы все вроде бы как идет неплохо. А, да, и основное, что я сделал, я еще выставил настройки, чтобы Серафимы получше следили за своим здоровьем. Если раньше они начинали волноваться, скажем так, только при 50% здоровья, то теперь это будет происходить при 75% и они уже будут чего-то там думать. Чего-нибудь съесть, подхилиться и прочее. Так, это был вызов подкрепления, да? Ну, я подкрепления не вижу. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось, если честно. И вот этот кардинал по силе чем-то напоминает того генерала, с которым мы сражались уже на поле боя. Это тоже человек с очень сильной аурой. Я не знаю, сколько в ней вообще зла. Так, понятно. Меклео все-таки отвалился. Да, похоже, зла в ней действительно очень и очень много. Только непонятно совершенно из-за чего, почему, почему, что должно было случиться, чтобы... Чтобы человек превратился вот в это. Так, вот, пришло подкрепление, нужно с ним быстрее разобраться. Ну, что-то подкрепление в виде одной никченой змеи никаких проблем нам не составит. Да что-то мы прям разогнались. Там около 50% хп уже снесено у кардинала. Так, что-то я отвлекся и... И вот, надо бы баночку схомячить. Роза, Роза отвалилась. Вот, все, Роза снова пришла в себя и ушла в слияние с Эдной. Так, она же снова сейчас отвалится. Постараемся этого дела не допускать. Вот, у нас... Роза помогает нам с этой змеей. Нет, какие-то слишком сильные атаки. Жаль, что Роза... Персонаж ближнего боя. Я думаю, лучше было бы, если бы она была персонажем дальнего боя. Потому что... Сарей у нас... Как бы, персонаж ближнего боя. Вот... Из Серафимов дальнего боя. Ну да, у нас там есть Миклео. А вот именно человека. Со способностями. К дистанционным атакам нам, я думаю, не хватает. Но очень сильно бы помогло. Потому что Роза очень часто... Подставляется под вражеские атаки. И очень часто из-за этого отваливается. Довольно сложно уклониться от вот этой атаки ее. Сложно, но возможно. Так что все будет хорошо. Не такой уже трудный бой с этим кардиналом Фортоном. Я ожидал чего-то, чего-то посильнее. Какого-то более серьезного сопротивления. Но его нет. Хотя, может быть, это и... К лучшему. Да, там уже меньше третий должно было остаться. Да. Вот-вот-вот, получу же по лицу. Получил, договорился. Что не встречаю никакого серьезного сопротивления. И сразу же получил по лицу. Так, ну все, пришло время, по сути-то, заканчивать это дело. Так, стоп, 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 стоп. Я потерял контроль своего ХП. Что-то я отвлекся. Хотел по-быстрому ее добить, но не вышло. Так, зайдет, не зайдет. Не зашло. Прием Серафима ушел никуда. Блин, хреново, хреново, хреново. Но взгляд... Вот этот был взгляд, обращающий в камень снова. Нужно по максимуму стараться его сбивать. Иначе вот, роза у нас превратилась в камень и сразу же отвалилась. Так, валим, валим, валим. Мне кажется, или заклинание, которое она произносит... Чертовски... Нет, 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 нет. Заклинание, это, в общем, чертовски похоже на то, что... На то, которое произносит... Сарей при слиянии. Так, что у нас там? 5000 остается. Миклео, на тебя большие надежды, потому что... У тебя там выставлено в настройках. Ты должен у нас, по идее, сбивать каст приемов врага. А это может мне очень сильно облегчить жизнь. Поэтому давай... Выполняй свои прямые обязанности и не отваливайся. Миклео, живи, живи, живи. Тут немного осталось. Блин, да как немного? 4400? Это как бы... Да ладно? Это как бы не так уж и мало? Так, хорошо. Последнее персиковое желе у нас остается. Эдна к нам на помощь пришла. Ну, нужно уже заканчивать этот бой, потому что он тоже начинает затягиваться. И все оказалось не так уж просто, как я думал. И все-таки можно здесь отвалиться. На последних стадиях, вот когда идет... Вот этот вот каст превращения в камень. Под него можно попасть и очень легко отвалиться. Так, ну мы же этого допустить не можем, правильно? Вот, Лайла, давай. Попробуем что-нибудь сделать. Нет, 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 прием Серафима не зашел. ОСВ ушло в никуда. Так, все, 2000, 2000, пора заканчивать, пора заканчивать. Этот цирк. И все-таки добить уже кардинала Фортона. Я не хочу 20-ти минутный бой. Снова, как это было в храме испытания огнем. Потому что немножко это изгнуряет. Так, все, 1500 хп остается. Это, по сути, один прием Серафима, правильно скастованный. Но, 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 нет. Не получится у меня этого сделать, наверное. Ну, точнее как, я просто не хочу рисковать. Может быть, что-нибудь и получилось бы. Но это слишком, слишком рискованно. Так, мана ушла в ноль. И вот, вот, вот. Все, отвалились. Отвалилась Роза. Ну, все. У нас 300, 300 хп остается у врага. И это наш шанс добить. Пастырь. Это не зло. Я полностью отдала себя своей стране и своему народу. Что за... Я не испорчена злом. Мы не можем ее очистить? Лайла, попробуй еще раз. Хорошо. Я обязана направлять людей. Я должна все контролировать. В ней слишком много зла. Мы должны как-то ее остановить. Мы не сможем. Только если кардинал сама захочет измениться. Этого не случится. Сарей, если сердце, одержимое справедливостью, начинает источать зло, то как, по-твоему, это нужно остановить? У нее такая точка зрения. Она считает, что ее справедливость это всеобщая справедливость. Мы должны ее убить. Убить меня? Правда? А скажите мне, если я умру, кто будет управлять страной? Что юные императоры и рыцари понимают в политике? Если пастырь спасет их души, кто спасет их от голода? Мой долг, моя ответственность, справедливость превыше всего. Я буду их спасать. Я буду вести их за собой. Ее дух разбит. Она никогда больше не станет человеком. Зло в ней усиливается враждебностью к нам. Я другого выхода не вижу. Прости. Прости. Пусть эти уставшие кости обретут покой. Почему? Я отдаю должность. Должное твоей решительности. Но все равно. Пастырь не должен убивать. Но Роза... Помни, ты даёшь жизнь. Да я её отнимаю. Ясно? Роза... Ну что же, пусть Сергей и его рыцари наведут здесь порядок. Теперь это их забота. Я всегда считала Розу жестокой и бесчувственной. Но это не совсем так. Совсем не так. Смотри, что она... Смотри, чтобы она не увидела, как ты хмуришься. Ты же не хочешь, чтобы всё это было напрасно, верно? Не хочу. Просто мне... Как-то тяжело. Да. Всем нам. Внезапный поворот событий. Роза... Роза... Она, в принципе, сделала то, что она хотела. Она же хотела... Убить того, кто развязал войну. Но вышло это всё, ну, совсем не так, как я ожидал. Она приняла, как бы, этот грех... На себя, вместо того, чтобы... Это сделал Сарей. Да, в общем... В общем... Как-то всё неоднозначно и... И, с другой стороны, не хотелось, чтобы Роза этого... Это делала. Я даже не знаю, как вот... То, что произошло, описать словами. Как печально. Лайла, а можно как-нибудь... Ну, я... Сарей, Лайла... Сарей, Лайла за тебя волнуется. Прошу прощения. Ничего страшного. Если бы я был сильнее... Не будь таким... Самонадеянным. Думаешь, у тебя есть право решать, кому жить и кому умирать? Полагаю, мне не стоит делать поспешные выводы. Прибереги сочувствие для кого-нибудь ещё. Да. Борис добился того, что ему было нужно. По собственной воле. И мы тоже должны постараться. Да. Мы продолжим делать всё, что от нас зависит. Да, ребят, внезапно всё это произошло. Пока сосредоточьтесь на том, как выбраться из часовни. Ну, я не знаю, чего из неё выбираться-то. Здесь же ничего сложного не было, но игру мы сохраним, конечно. На всякий случай. И новая сценка доступна. Маотелус исчезает. Как только аура исчезла, я сразу поняла, что Маотелуса здесь всё-таки нет. Лайла. Лайла со зверьками играет. Лайла, Лайла. По именам у всех знает. Ну и что? Теперь это не имеет значения. Имеет. Этот Хелион по силе не был равен пяти владыкам. И всё-таки мы не смогли его очистить. Так что у нас нет ни шанса против... Гривастого. Хелдольф. Да, нам ещё нужно много сделать. Рада, что ты это понимаешь. А теперь возьми себя в руки. Настоящая борьба ещё впереди. Осталось пройти испытание ещё в трёх храмах. Верно. Не время сидеть и грустить. Значит, это был не Маотелус. И не она. Но я всё ещё ощущаю присутствие. Она всё ещё где-то в Ролансе. Так, хорошо. Ну что ж, выбираемся тогда... Из часовни Пендрага. Я всё ещё чувствую в Пендрага какое-то присутствие. Блин, меня накрыло раздумиями по поводу того, как вообще так вышло. Да, Сарей же у нас такой человек, что он пытается спасти абсолютно всех. Да и кардинала Фортон назвать прям такой уж стопроцентно плохой тоже как-то, я думаю, нельзя. Потому что она действительно делала что-то для людей, да, но её методы... Она хотела людей сплотить, но выбрала она совершенно не те методы. Скажи-ка, ты ведь хочешь стать сильнее, верно? Я ничего такого не говорил. Это очевидно. Так, ну что ж, мы практически выбрались из часовни. Игру здесь тоже сохраним. Эй, Дезель, спасибо за помощь. Благодаря тебе мы смогли одолеть Медузу. Я сделал то, что должен был. Как и ты. Ну вот мы практически... И выбрались... Из часовни, и теперь, я думаю, нужно будет... Обо всём этом рассказать Сергею. Сарей, что с кардиналом? Её больше нет. Ясно. А что у вас? Нам удалось убедить императора поверить нам, но ему хочется верить кардиналу. И потому он пожелал, чтобы мы оба высказали свою точку зрения. Кардинал уже не придёт. Есть вероятность, что в убийстве обвинят рыцарей. Прости. Тебе нет необходимости извиняться. Я возьму всю вину на себя. Кардинала убил не сарей. Там появился профессиональный убийца. И прошептал, пусть эти, уставшие кости, обретут покой. Но это же визитная карточка ломаных костей. Убийцы из этой гильдии оставляют её на месте своих... Своих деяний. Это правда? Да. Верно? Да что с тобой? Просто скажи. Ага. Понятно. Я доложу своему начальству о гильдии убийц. Подумай только, им удалось провернуть убийство прямо под носом у пастыря. Эти ломанные кости превзошли самих себя. Ну, я не знаю. О да, я уверен, что им будет приятно это услышать. Я не смог спасти кардинала. Я никого не смог спасти. Дождь перестал. Как насчёт прогулки по городу? Ну что ж, ребят, по городу мы погуляем уже в следующей серии. А на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.